Всем доброго дня, дорогие друзья, я нахожусь в прекрасном городе Новороссийск, на набережной, сейчас сильный ветер, пока он еще не очень холодный, вчера когда ночью до 4 утра, но у меня руки реально даже посинили, но меня это не остановило, было в таком позитиве, сейчас тоже все в позитиве, потому что пошла прям после обеда, смотрите как красиво смотрится храм, ночью он светится, у меня уже есть такие вот я сейчас не очень спокойно, но какое бы оно ни было, оно всегда прекрасно, я просто, друзья, обожаю море, кто не подписан на мой позитивный канал о путешествиях, подписывайтесь, будет много интересного, есть еще какие-то планы, приехать в красивые места, так сказать, от Краснодарского края, пока так, да, возможно потом пройдут все эти вирусы, будет уже легшее еще куда-то, но расскажу вам всякие разные красоты, какое-то время я здесь даже жила, хочу сказать, с маленькими сыном, с родителями, здесь очень много было для детей, всякие батуты, прочее, прочее, но детле там в основном, но смотрю, что хочу сказать, да, снова, интересно, что очень перестроили, переделали, сейчас еще горы подойдем, пойдем по набережной гулять, много всяких таких ресторанов, кафе, набережную саму уже там расширяют, удлиняют, переделывают, строят всякие магазины, центры, ну, то есть, хотят, видимо, сделать так, как в Сочи, да, чтобы было, конечно, было попроще, но где-то было поспокойнее, сейчас же, допустим, мы пойдем в сторону морского вокзала, там вообще уже такой шик сделали, круче, чем в Сочи, это же местами, мне нравятся все эти виды, я прям очень долго могу тут стоять, можно, кстати, даже, наверное, вы знаете, что-то сделать, и по верху, прям, вроде бы, по низу, захотелось, да, и поднимемся, здесь вот прекрасные ники-пеники, я уже говорила сто раз, да, что мне нравятся там вареники, вроде и не фанат вареников, там, действительно, они такие очень вкусные и оригинальные, это с там, где-то с форелью и всякие разные, там, добавки такие вкусные, такие вот, кудыганы, пахнет морем, ой, классно, в общем, восторге, друзья, такая вот набережная, можно по низу, но вода иногда бывает, вообще поднимается, ой, не упасть бы, вот так вот, так и смотреть, здесь какой-нибудь, как обычно, камушек на память, камушка, у меня все в порядке, всегда, знаете, вот еду мне с собой, оттуда камушек, отсюда камушек, откуда только нет камушков, даже была, я как-то рассказывала, история, что я не взяла с собой купальник, а было, потому что середина октября, еще довольно тепло, ну, это в этом году феноменально, везде холодно, вот такие вот камни, мне нравятся, я говорю, денежные, да, они очень здорово светятся, вечером, когда уж такой, знаете, закат, и, ну, такое прям какое-то создается, как неоновое освещение, снимаю, фотографирую, очень классно, много рыбаков вчера встретила я ночью, которые любят тишину и спокойствие, я думаю, что здесь тоже скоро все переделается со временем, потому что тоже вот, вот, дикие места, а как мы проходили, я вот снимала чуть раньше, чтобы было большое видео, или еще не скидывала просто, тоже было вот такое все дикое, а потом уже там какие-то ларечки наставили, шаурмой и полу-ресторанами, посмотрим, допустим, когда я там приеду, может, летом, следующий, может, зимой еще, ну, зимой-то вряд ли они сюда что-то поставят, а летом, знаете, я не удивлюсь, что вот так вот и выровнят, расширят, и будет то же самое, тоже какие-то стоять пиццы, мясо и прочее, прочее, честно, хочется, чтобы все-таки, друзья, остались дикие места, напишите тоже свое мнение, как вам, из-за цивилизации, или все-таки, чтобы тоже были какие-то места, хватает кафе, ресторанов, их, конечно, не прям так дофига, да, как в Сочи, но, ну, и немало, я имею в виду на набережной, да, то есть, в принципе, их и немало, то есть, я считаю, что то, что, ну, это мое мнение, здесь, да, не будет стоять там 20 ларьков шаурмой и с каким-нибудь там, даже пусть не шаурмой, с чем-нибудь там, ну, чего мы не потеряем, потому что хочется какие-то оставить места, да, чтобы они все-таки были тоже такие дикие, медитативные, чтобы люди могли понаслаждаться морем, таким уединением даже, да, а не так, что там, видите, как здорово, вот это вот для меня самое ценное, да, вот смотрите, вот эти камушки, вот это, да, очень хочется, чтобы вот это осталось, и узнает, это там, тут живут, но не только даже про меня, я думаю, что и другие люди, которые тут живут, или даже многие тоже встречала, так же приезжают, любят вот походить по набережной, погулять, подышать, хочется, чтобы вот это вот осталось, да, вся красота, конечно, она там где-то останется, нас не так доставят, извините, ларьков всякими видами, но, вот, вот, соответственно, тут доживать, а так понятно, потому что, чтобы бутербродики сделать, кажется, им уединение, ну, я имею в виду, что не хочется, вон, огромный кафе написал, не хочется уединения лишаться, вот чего не хочется, вот этого, понятно, что можно рестораны, кафе найти, это не вопрос, вообще не вопрос, хватает, я думаю, там дальше, в морском вокзале построили, там, перестроили набережную, тогда я была, говорю, в такой простецкий кафе, публика разность, сейчас же все такое делают, высокого, да, стараются делать, качество, уровня, ну, я говорю, на Сочи, да, чем-то, видимо, полагается, потому что, не скажу, что в Сочи, да, все прям качественно, разное, разное, друзья, я там живу, ну, во всяком случае, должно все, как делать, конфетно, красиво, да, чтобы выглядел, здесь тоже так, ну, здесь, во всяком случае, еда качественная, сколько я встречала, это, видимо, вот от ветра, вот это все летает, потому что, в принципе, ну, довольно чисто, не могу сказать, что правда, да, что-то там может валяться, может, человеческий фактор, зависящий, да, вот такая вот восхитительная набережная, мы пришли к еще одному моему любимому месту, ресторану, конь и дельфин, почему так называется, да, как я еще спрашивала, когда-то тут начинала, вот все очень просто, друзья, вот дельфин, а дальше будет памятник коню, так и назвали, как говорится, без всяких там заморочек, хорошее заведение, ну, сюда всякие разные тоже приезжают, это бизнесмены и местные люди, кто хотят хорошо покушать и развеять, так сказать, скуку, обстановку, также здесь всякие группы приезжают по выходным, тут постоянно тусовки, но лучше заранее звонить, записываться в столик, бронировать, на втором этаже тоже очень классно, ну, все, место хорошее, по-моему, потом уже, возможно, если будет время, отдельно сниму рубрику. Вот так вот, мясо там особенно, ну, там надо смотреть, а кто что любит, скукушек, так, такие вот восхитительные дельфины, дорогие друзья, просто классные, так, ой, не хочется их отходить, ну, как живые, посмотрите, если так, дайте, мне нравятся такие вот кадры, да, делать, думаю, сможем сделать, алифацию тоже смонтировать. Привет, дельфинчики! Я вчера вечером с ними здоровалась, разговаривала, так вот чесала, загадывала позитивные какие-то вещи, мир во всем мире и так далее. Самая, знаете, какая у меня проблема? У меня переполненная везде память, я не успеваю монтировать, и даже не успеваю бывать, скажем, на карте-то, потому что интернет тут. В общем, пользуюсь своим интернетом, вроде тут интернет, типа, в кавычках есть, так же, как в Краснодаре, почему-то это такая проблема, видимо, такие места, да, которые где сдают людям, они экономят, ставят самый простой интернет, ну, так, да, может, он там и потянет что-то, ну, что-то, компьютер, вообще никак. Поэтому самая проблема такая, я очень много снимаю, гуляю, в принципе, параллельно все это мне легко, с душой происходит. Так что, кто не подписан, подписывайтесь, будет еще много всего интересного, я вам попозже в процессе буду скидывать, главное, как говорится, чтобы была память. Ну, вот память и вот эту луканьку. Ну, тут очень грустная история, сейчас вот подойдем, я обычно вообще не забыла, я подхожу, плачу. Также мне нравится, что здесь много скамейщик, очень широкая, видите, какая-то набережная, в велосипедах катаются, с адвокатах, спортсмены бегут, собачки гуляют, они возмущаются. Ну, конечно, классно, если не брать ветер, да, который бывает очень-очень сильный, холодный, ну, тепло, одеваться надо. То есть, период, конечно, просто надо потеплее одеваться. Памятник, очень много лошадей прогибло, что-то убрали, что-то было прописано, написано, все читала, тяжелый-тяжелый, красивый, но тяжелый. Чтобы на все были всякие события, да, даже по воде у коня, так как я вообще фанат лошадей, животных люблю. Кто-то тут вообще плакал. Реально, сейчас опять слезы будут. Но можете более подробно, друзья, почитать про этот прекрасный памятник. Там очень грустная история. Правда, плачу. Лошадей очень много, очень много. Все эти военные действия, конечно, страшные. Смотрите, какой красивый конь. Пойдемте дальше. на позитивной ноте все-таки. Смотрите, как красиво все светится. Такие вот облака какие-то темно-светлые висят. Здорово, конечно. У меня идет. Дяжелые, конечно, животные вообще. Все живут. Начинает, значит, начинает, потому что у кого-то есть. Да, я их мясо растеряю, когда есть, я уже налила об этом. То есть, ну, вот так, подряд там, да, люди едят. Чтобы о чем тут типа говорить. Ладно, не будем о плохом. Смотрите, какие тут красивые зеленые лужайки. И чем мне нравится, что все-таки охватывайте. Чисто не ловно, но в то же время нет такого, да, что там как-то... Ну, я не видела. Вроде собака гуляет, потому что не собой. И с собой так умирает. Не вижу, чтобы тут какие-то были какие-то... Грязь, там, какахи, так их еще назвать. То есть, все очень чисто и аккуратно. Может быть, там единичные какие-то бывают моменты. Ну, вообще, хочу сказать, сейчас пройдем за набережью, конечно, дальше там такая реконструкция. Хотя еще, видите, вот такие вот домики остались. Всякие наследия, здания. Там гостиница Новороссийск, Хилтон. В общем, тут, конечно, здорово. Ой, море там выражает. Там, ой, вот эти вот так ночица, они, конечно, обратительно. Но в Сочи тоже люблю этих велосипедистов, советую самокатистов. Там прекрасный кафе Блаблакар. Блаблакар, говорю, Блабла. Я у меня уже всего с Блаблакаром точно. Блабла. Там проходят рок-вечеринки, когда тут жила. Ходила всякие рок-тусовки. Кого-то бы только не было. Ну, просто даже мне было интересно. То, что, во-первых, там вкусная еда. Ну, и вот в этой атмосфере немножко побыть. Это интересно. Не то, что я там фанат. Нет, я такое не слушаю. Но иногда у меня такое настроение. Хочется какого-то экшена, да. И здесь вот рядом и ресторан хороший. И, в общем, гостиница, и вот это кафе. В общем, супер. Очень много, да, разных памятников таких. Всякие страшные события, да. И, конечно, их очень много. Можно вдоль моря. Можно вот здесь, в Куранде, немножко. Посмотрим. Так, немножко все же здесь хочу пройти. Так, ветер сильный. Посмотрим, друзья. Вот я вчера нагулялась. Это, конечно, была прогулка. Но это не первый раз. Я так же в Геленджике сидела до утра. Мне уже потом уже подошел. Говорит, что ты тут делаешь? Я замерзла дальнее. Самое интересное, пока в Краснодар не приехала, я вообще не мерзла. А мне Краснодар почему-то ничего плохого не буду говорить. Интересный город, да, там много всего. Но как-то он меня не идет. А как приезжаю, у меня то аллергия, то какая-то, не знаю. Организм начинает просто сопротивляться. Что-то начинается. Пойдем вот к этим сердечкам, к этим рукам, интересно. Как я люблю вот этот вот такой вот пар, колеи, не знаю, как назвать. Особенно еще, смотрите, листики сейчас есть. Но скоро они, ну, уже какие-то попадали. Вот это вот осенняя пора, осень. И очень классно смотрится. Вот это кафе голубенькое, бла-бла. Здесь нет такие вот кофейные всякие. И на машинах стоят с кофем. В общем, здорово, конечно. Тут рядом мы тоже расстроим. Хорошо. У меня тут есть мои любимые места. Это, конечно, вообще супер. А вечером я даже снимала. Это все светится. Так, смотрите. Да, обычно все встают серединочку, даже если не вставать. Но для меня наоборот. Вот он, вот он геленджик. Ой, геленджик у меня уже все. Вот он, Новороссийск. Что-то геленджик. Про геленджик вспомнила. А, ну все правильно, да. Вспомнила геленджик. Почему-то. Недавно была там просто, друзья. Здесь выпуски можете посмотреть. Еще не все даже скинула. Не успеваю, да. Рассесть какая-то седра. Вы видите, как классно. Вообще супер. Хе-хе-хе. Супер-попер. Здорово придумали. Это тоже было не всегда. Когда жила, тоже этого не было. Люди на его спидор катаются. Потом смотрю, уже уехали-приехали. Все как поменялось. Все как-то на его свечи. Да. Светочки сегодня звучат классно. Ну я уже там наобратно. Сотографирую, делаю. Красота. Все-таки возьму. Пойду. Такие наследия. Город. Ну город сам, как бы я к нему спокойно отношусь. А вот набережная. Это тоже мне нравится. И город. Ну мой город, да. Келенджик и вот Новороссийск. Это два моих... Любовника. Два моих самых любимых таких города. Суча, но не сомнение даже, что там говорить. Это другое. Вообще, уважаемые. Там комфортно и прекрасно. А вот эти города, они прям какой-то трепет, да. Такой душевно-детский вызывают. Не знаю. Помойки сделали. Такие-то вот тоже штуки. Видимо, что-то тоже будут делать. Не знаю, что-то база или что-то. Вот здесь вообще переделывают, хочу сказать, да. Там как-то убрали, немножко сделали как пространство. Было все в воде, а сейчас часть в воде, а часть без воды. Дома тут классные, как-то тут и дымах, и где-то не успела. Ну, каждый раз, хочу сказать, ну, где-то есть места, как Новороссийская, стараюсь в одном месте останавливаться. Здесь же как-то, как-то долго жила, да, как-то по-разному. Разных, что-то, что-то так же. А сюда, если я приезжаю на неделю, на несколько дней, мне на мало почему-то еще стало полчаса. То, как правило, я стараюсь брать что-то хорошее, да, чтобы сразу было на набережной, поскольку и время дорого, и, ну, не хочется ходить по городу. Мне именно вот здесь, конечно, все это нравится. Классно. Тоже, когда тут вот строят этот аквамолл, гостиница, что ли, приезжала, смотри, что ли, еще была такая грязь. Все вот эта техника, ну, понятно, надо полагать все в такую работу. Сейчас они вроде внешне сделали часть, а внешне, видите, еще делают. Но уже много они тут цементом позаливали, критки, всякое прочее. Дорога была не такущая. Я еще помню, вот в этом домике в первом сразу жила. Когда в Турконе не жила, еще там не было такого ремонта. А когда вот в этом домике вообще непонятно было, как проходить, да? Такая грязища была. Сейчас посмотрим, хочу показать, чтобы поменялось, как тут изменилось. Вот, видите, тут была вода прям до вот этого. Сейчас сделали вот что-то. Что-то, в общем, тут будет делать. Яхт-клуб. Красиво смотрит закат. Где гуляют. И там же, где чертово колесо, вот этот фрукзупалон парк, да. Его тоже переделывают. Я не знаю, куда дели бедных черепашек. Большое, да просто. Вот этого тоже не было. Было просто какое-то. Дорожка-то и дорожка. Как же сделают, как в Европе. Вот эти вот штучки светятся красиво. Что-то тут, наверное, какая-то гостиница. А, аква, наверное, какой-нибудь. Аква-парк. А может и нет. Ну, в общем, можно почитать, посмотреть на проект. Также вот тут все эти яхточки. Как будто есть, мне кажется, я даже больше их стала. Мне не очень нравится, как тут все смотрятся красиво. Я имею в виду горы, я имею в виду горы, я имею в виду горы, так называемые горы. Вот что-то, да, они там бывают. Калашмадин строят. Ну, главное же, дорогу сделали, чтобы вообще ужасно было. Такая грязища, вот правда. Нет, понятно, что ли. Все, я думаю, я снова довозили все машинами. Смысла не было. Сейчас вот сделали. И причем сделали. Было по-простому. А сейчас видите, как и выложили дорожечки красиво. Такой вот. Так же. В общем, тут лучший, друзья. Я приеду, когда я приеду, может, за зимой еще съезжу. А лето, мне кажется, уже вообще во все. Хотя нет, кто его знает. Может, и не во все, а может, уже и сделают. Ну, она. Я запомнила, она все время стоит. Вот, видимо, они непонятно вообще. Они как-то на море-то спускают. Все время стоят, стоят они. Может, и спускают что-то. А, что-то спускают, что-то не спускают, да? Каких-то живут, возможно. Как мне кто-то за границей тоже. Есть друзья, они говорят, ой, это что клево. Они на работу, а они на машине. А вот живут в таких яхтах. Говорят, не надо ничего платить, никакую аренду. То есть ты вроде в море. Машину типа там за стоянку. За то, за то. И вот с одного без пробок. Это у меня друг есть. С одного места в другое. А вот на своей яхте передвигается. То есть там народ в этом бане нашел, да, выход в ситуацию. Здесь тоже, возможно, так будет, да? Ну, вот это если бы в Краснодаре было море, я бы предложила такой вариант. Чтобы не было пробок, да? Или в Сочи даже у нас. Ну, в Сочи есть море, но потому что там на работу добираться на яхте, ну, не знаю. Ну, это же интересно, наверное. Было бы всякие детские эти люди. Вообще балдел. Катался уже даже, видите, какие сделали. Большая и маленькая техника. Какую хочешь. Ой, вот здесь вот мне больше всего мы жили в том райончике, да? Вот с чертова колесо даже. Ну, заработала. Работала, я думаю, она не работает, честно говоря. Вот здесь, видите, все перекопали, где были черепашки. Надеюсь, что их все-таки эвакуировали. Вот такой вот закат просто волшебный. Эвакуировали черепашки. Сейчас откопали. Может, это. Попробовать засфотографировать такое небо. Ладно, а потом сфотографируем. Очень здорово смотрится. Это для детей целые всякие аттракционы, батуты. А здесь было очень красиво. Такие денежные жабы сидели. Вот здесь вот была целый этот парк. Прекрасный такой, как сказки были. И такой, это же мини-зоопарк. Ну, совсем небольшой, но, честно, птичек жалко было. Они там сидели, как заключенные. Вот такое кафе там было, простецкое. Ну, в общем, все поменялось, видите, как все поменялось. Кто здесь был давно, посмотрите. Вместо вот этого прекрасного парка. Ой, смотри, какое небо. Я там жила, за чертом колесом недалеко. Пойду в родной райончик, посмотрю, что там поменялось. Вот теперь здесь такой шип. Раньше было по-простому, да, вот. Не было вот этого поднять его. А ты идешь просто. Ты идешь, а ты на море. Так сказать, а сейчас все, как в Европе. Это же, вверх, леще, чем в Сочи у нас сделали. Ну, даже такую подземку сделали. И спускаешься к морю. Там, в конце, магнит, по-моему, с магнитом, с пятерочкой. Вот здесь вот тоже настроили. Не было вообще и вовсе всего этого. Несколько лет уже. Может, чуть больше несколько лет. Ну, потому что это не 10 лет. Может, собрать несколько лет. Там, где-то 4 лет назад. Думаю, приезжала, смотрю, одну-другую паструль. Время-то быстро идет. Ну, знаете, мне нравится. Не люблю, конечно, когда все закатано. Но, с другой стороны, все не грязно. Там дождик прошел хорошо. Так, здорово. Смотрел классно. У-ху! Волшебный город! Красиво. Ну, здесь все сделано, да, тоже. Купание. Хотя, говорю, раньше тут вообще. Местные фу! Купаться здесь. Грязно. Ну, как обычно, как и в Сочи, да. Тоже местные не купались. Непоследие и прочее. Сейчас же, когда мы приходили, тут, извините, одни бабушки. Купались. И не было вот такого. Вообще не было. То есть был такой заход. Какая-то дырка, да, типа в заборе. И для машин там чуть-чуть туда-сюда мотались. От кафе был такой заход. Сейчас же тут вообще сделали права. Шикардос. Не знаю, как еще это назвать. Вот это мне очень нравится. Конструкция. В своем доме, да. Ну, конечно, вот эти вот не люблю каменные плиты. Но вот этот по кругу я уже давно вот так вот все присматриваю. Вот эту такую лавочку. Обычно, знаете, вот вокруг дерева еще так делают. Вот это дерево и вокруг, да, вот самокатисты, конечно, не пугают. Все хорошо, но когда начинают на этих самокатах, это нечто. Как здорово. Посмотрим. Надеюсь, что хватит памяти. Хочется побольше для вас еще снять. Конечно, есть вечерний выпуск. Ну, и вечерний-вечерний. Там что-то видно, что-то не видно. Вот он на магазины, кафе. Там ям. Мой любимый суп он назвали даже. Кафе. Ну, для меня, честно, вот интереснее вот это все море. Кафе я найду, куда сходить. Хочется, конечно, вот этот, как говорю, котопес. Ой, кот и дельфин. Ой, кот и дельфин. Все, его черноморский торговый центр. Это, да. Сделали такой. Ну, в общем, здесь облагородили, друзья. А то ли еще будет. Я думаю, что летом вообще тут, наверное, сделают тоже какой-нибудь... Как в Сочи, да, когда я жила. Только приехала. То есть там вообще, ну, не было такого шика. В этом самом, в курортном. И в Кудепсе жила. В курортном городке. То есть там, не знаю, как это назвать, чтобы потом мне не говорили, а-а-а, что-то там колхоз, некоммерцию ваш. Дело не в этом. То есть был простой, совсем простой вход. Не оборудованный. Не знаю, как это вежливо назвать. Без всяких там, как говорится, сантиментов. Грязь. Грязь там не асфальтирована даже. Ну, как-то так было. Частично что-то там сделано. Сейчас же все переделали. Ну, не везде, да, но в курортном городе, где конкретно фрегат там пряжет. Сейчас их буду называть. Ну, к тому, что там, допустим, не было до этого на море, да, никакого ресторана. Я тут не удивлюсь, что так вот приедешь, видите, пустота, а также вот вместо вот этой, так сказать, вот формы, да, пирса, могут сделать запросто потом какой-нибудь супер-купер-ресторан, как это делают в Сочи. Сицилия, Сицилия, семейная пиццерия. Ну, в общем, с одной стороны, конечно, плюс, да, вроде сидят, кафе. Но все-таки, конечно, сделали, чтобы прямо вот тут на море, посмотри, идут немножко куда-то дальше. Но с другой стороны, это безопаснее, да, чтобы вода и прочее, да, не попадала. Вот через такую подземочку спускаешься, попадаешь на море, потому что нужно подумать, а как попасть на море? Это раньше, я говорю, дырка в заборе и пошел вперед. Или там может было везде спуститься. Сейчас вот поднялись, всякие бакдональдсы настроили. Мне, конечно, поразилось, когда приехала уже после этого ремонта. Я была в шоке даже, честно скажу. Думаю, вот это да, да, но когда ты приезжаешь одну, а тут живешь, да, там, ну вообще что-то не помню, что-то такое, наверное. Такое ощущение, что тут вот уже и вот, да, сейчас я все уже не покажусь. Я еще поеду с вами. Ветер становится сильнее, но пока не стемнело, потому что пойдет по ночи. Я люблю, конечно, когда закат, да, снимать. Хочется для вас прям побольше снять именно. А может быть, те, кто, я говорю, жили, да, уехали. То есть интересно будет, или кто-то был, да, не был потом. Да и кто был. Ну, все, посмотреть, да, какие изменения произошли здесь. На набережной по городу, честно. Но нет времени. Вот все, желание бегать. Тут уже, скорее всего, много разных изменений произошло. Конечно, я обожаю набережной. Будет возможность, возможности побольше буду, я для вас поснимаю, напишите. Тут тоже вон, земля, какого-то. Себака? Ну, мне нравится, что не гоняет собака. Слушай, особо не разрешает на море собака. Ну, тут, возможно, тоже, да, когда все закатает, как игру. А в асфальт, кирпичики. Тоже будет говорить, да, во что, да, во что. Пока здесь, как мы смотрим, в тухом режиме. Ставят контейнера. Здесь не пей, как говорится, кофе. Мы идем в сторону морского вокзала. Вчера вечером там гуляла. Ветер там, конечно. Ну, вот сюда идешь, тут ветер еще сильнее, чем в обычных местах. Музыки играют с этих самых. Не держи меня на поле, а ты сейчас куда-то не уходишь. Где-то приезжряться. Снимите меня! Снимите, смейте! Кирпич, все равно гуляет, да? Что? Ветер, не ветер. Смотрите, какое красивое море. Волы. Ну, оно просто великолепно. Просто восхитительное. Ну, как я хотела для вас, да, по-моему, за родину и по-русски. По своим любимым местам. Творобина Новороссийска. Надежная. Конечно, великолепная. Сейчас руку поменяем. Уже одна рука немного замерзла. Вот что-что я советую всем перчатки с собой вместе. Туда едете. Конечно, летом не надо. Летом еще купальников несколько. А всего перчатки однозначно. Ну, что прохватно. Спасибо. Какие в Ракшады. И, конечно, что самое интересное, что я уже не сказала. Сейчас мы видим, у нас такие вот исторические. Такие вот еще дома, старые стоят. Старые предки. Домы, старые предки. Здесь, считай, нет уже. Но старые, ну, это не Кесловоз. Где совсем, да, там смотришься, говорю, как я снимала дом. То есть дом такой сделали, современный, классный. Внутри кухни огромная. Ну, и выходишь, там калитка, которая просто, не знаю, на чем прилеплена, отваливается. Замочки. Ну, то есть такая немного диковатная. Посмотрите. Кошка. Кошка вчера тоже ходила, снималась. Еще раз не подойду. Это все. Все историю, в общем-то, в первую паузу поставите, почитайте. Поломная артиллерийская установка. Ну, не очень любят эти военные вещи. Это, конечно, история. Потому что мы это не любили. Ну, оно есть. Прекрасно. Ну, я имею в виду, что меня видели, да, такая истерика была, когда я дошла в память с конем, да. Вообще, Елиса успокоила. Жалко так. Людей жалко. Жмотных еще жальше. Что-то сказать. Мне нравится тут обычно, знаете, вот летом, в восемь минут, когда еще тепло. Ну, возможно, тоже тут на выходу ребятные, девушки играют. Как везде на набережной. Да, я живу музыку. Кто на чем-то. На скрипке, на гитаре, на электроне. Ну, кто-нибудь абсолютно на раз. Вот, где-то сидит на камушках и медитирует. Сейчас мы уже подойдем в городском вокзале. Надеюсь, что мне хватит памяти. Очень бы хотелось бы. Тут прям вообще будет неинтересно, да. Ну, будет, если что, и вечерняя такая прогулка. Собачки прогуляют класс. И для человека, да, такой спорт и медитация. И для собачки такая прогулка. Плюс массаж. Хочу сказать, что у меня ну, животных я говорила. Люблю, держу. Кошки, собаки. Собакам даже, когда вот в одном месте жили, где совсем было все очень там круто, да, в Батве. И потом сказали, даже ветеринары, ну, хоть я там даже училась на кинолога в свое время. Потому что у меня много профильный человек. Что именно пост, да, ну, собак, сама вот лапка вот эта вот, где подушечка. Если она совсем по-мягкому ходит, тоже немного как атрофируется, такая становится. Ну, это уже другая тема. Поэтому очень полезно ходить по камням. Ну, и взрослым тоже. Такой массаж. Почему я на эту тему начала? То есть, это классно. Для здоровья и так далее. Ну, про собак, если для кого интересно, напишите. Я не буду, что целую лекцию, да, проводить. То мне бывает заносит в одну, то в другую тему. Ну, а так я бы у себя по гвоздям хожу, стою. Ну, без всякого, как рецепонта, для своих каких-то, так сказать, внутренних целей, да. Когда есть такая потребность. Вообще, это хорошая такая техника. Ну, главное быть морально настроенным. Дело не в том, я более не могу сказать, что я люблю или как-то что-то, или нечувствительно, очень даже чувствительно, но иногда будет такой настроечный. А, и хочется, думаешь, ага, постою-ка я на гвоздях. Прекрасная русалка и дельфин. Русалка. Очень есть тут такие красивые памятники. Красивые, любимые. Летом тут все обычно в розах вокруг этого памятника. И вечером я фоткула, если сейчас хочу обратно пройтись и уже чисто фотографии поделать. Смотрите, как классно смотрится. Так, еще, смотрите, волшебно, смотрите. Когда смотрят, да, в сторону моря со своим волшебным дельфином. Море такое голубое-голубое. Здесь вот вело дорожки, на которых носятся велосипедисты. Ну, они не только по ним, но лучше на вот эти вот дорожки, говорю, я рассказывала раньше, что не знала, ну, детский городок, что на такие дорожки лучше вообще не заходить, да. Действительно бешеные эти. Вот там российские. Бешеные велосипедисты. Ужаслые для ничего, а есть такие, которые несутся, они смотрят, да, там подростки. что-то дальше идемте, идемте, идемте. Тоже всякие. Уже морское, морское. Так, думаю, я бы сейчас все время за море оттуда захотелось бы пройти. Посмотрим сейчас. пройти там. Сейчас, наверное, все-таки, да, пойдем туда, на кафе смотреть. Ну, я говорю, я вот этот район, вот честно, без обидно, очень люблю. Тут красиво, конечно, безумно, друзья, посмотрите. Ну, как-то, может, у меня вот свои ассоциации сложились, да, что тут. Да, вот эти вот всякие кафе, сейчас что-то даже их переделали. Разные тут люди и очень благоприятные бывают. Ходят, даже вчера вечером ходила, но какие-то были даже выпившие. Я ничего не говорю, люди отдыхают, да, там, всякое, что тут такого. Ну, более спокойно вот в том районе, да, где Ники-Беники, храм, мне как-то там более как-то себя чувствую там комфортно. Тут, например, ночью ходила, но тут разные люди. Хотя, вроде бы, видите, корабли, да. Тут классно, как можно тут. Сейчас посмотрим. В плане, я сюда хожу, мне нравится пофотографироваться. В какой-то случае такой. А, еще что хочу сказать. Какой плюс, да, когда вы приезжаете из Иголи, вот в такое вот время непонятно, что зима не зима. А летом очень жарко, и ноги натираешь, и пожареет, тяжело идти, и лишний раз не снимешь, когда под 40, да, температура. Но я тут период еще не снимала, гуляла, фотографировала, много. Миллиард фото, кстати, экономия, когда видео снимаешь, никогда фото, даже очень, даже выгодно для самой себя. и сейчас самое такая пора, да, когда очень комфортно все снимать. Нет жары, телефон там не плавится, что в Сочи, когда август у нас был, сентябрь дождливый, август просто была жара такая, что там секунду даже фотку не могла сделать. так что видео, но я тогда вообще вечно старалась снимать после 8, ну и так. Смотрите, какие волны, как все красиво сделано, рыбаки, рыбаки, вот они, да, как же люди, это же лба, конечно, круто, уважаемое море, море моя любовь. Моря, я тебя люблю, уважаемый, если есть. Не знаю, слышно, меня не слышно, когда ветер такой, что я там вормочу, да, смотрю. Хочу дойти до вот этого большого корабля, сейчас я, ой, нет, не то, не то, вот до вот этого, там, Новороссийский, я тебя люблю, и женщина, как называется, которая встречает с ребенком со мной уже тоже памятник. Много известных таких памятников всего, но можете там более подробно почитать уже в интернете, если вам интересно по памятникам, не больше такой, как путешественное, развлекательного, да, характера, посмотрите, да, как что-то менялось, сколько тут, конечно, река Левни, куда можно сходить. Ну, я говорю, заведение я вам сказала два месяца, хотя я вот здесь тоже была в разных, я говорю, как мне говорят, я говорю про тот, и бланги мне нравятся, что-то как-то вот так себе, просто вообще не буду говорить, спросят, скажу, а так, ну, зачем вот эта негативная информация, здесь вот летом было, сейчас столько батутов было, всякие детские конкурсы проходили, проходят, пушки, можно пострелять куда-то, но не нужно, можно, но не нужно, сюда уже не буду спускаться, как всегда вот сильный ветер, вчера я вообще, говорю, мне руки просто отстегнулся, так что, дорогие мои, еще раз говорю, кто не подписан, все ждут на своем позитивном канале, такие у меня разные путешествия, может, еще куда-то вы захотите, чтобы я поехала, надеюсь, дороги не закроют, буду путешествовать, съезжу домой, только ненадолго, в Сочи, может, еще куда-нибудь поеду, отходим, да, вот, к морскому вокзалу, и, я думаю, ветер, что все шахнул, будет, как раз, как обычно, мои любимые, закаты, сходят все воно, сейчас, сейчас, вот этого, я тебя люблю, Новороссия есть, сходят все воно, сейчас, я даже не могу, глядя, вот, видите, вдалеке, там, где-то фотографироваться, море, конечно, обратили внимание, до какого оно цвета, друзья, оно такое есть, еще даже ярче, оно прям, только голубое-голубое, красивое-прекрасивое, ой, фантастической красоты, ну, у меня единственное, знаете, что вот, это устраивает, что, конечно, события, такие, тяжелые, поэтому, я прям, это чувствую, все, я объясняла, что еще, энергопрактика, у меня дар есть, и, есть места, когда я прохожу, у меня прям, вот, слезы, кто живет в Новороссийске, напишите, какие у вас любимые места, рестораны, где вы любите, так как в камушках сидеть, я вот здесь вот даже, да, на кораблике плавала, на яхточке, рассказывала уже в вечернем видео, что было такое, что у меня буквально приехала, там, с утра, а, в обед приехала, уже там через несколько часов надо было уезжать, но я выиграла время, секунды не теряла, и сейчас тоже, должна была вообще, по идее, сегодня уехать, да, вчера приехать, но, все-таки, получается, мне до завтра, я еще даже не завтракала, не ужинала, только дома чай попила, и все, и понеслась, точно, я говорила, плохой интернет, поэтому, ну, кого-то может, он и хороший, те, кто сдают, имейте в виду, друзья, кто тоже так по удаленке работает, что с интернетом, тут, конечно, беда, старается, самый такой простецкий ставить, всяких, как говорится, заморочек, вот мы пришли, к прекрасному морскому вокзалу, так, сейчас подойдем к кораблю, вечером, ну, если он светится, он тоже прекрасно, очень красиво, смотрите, как смотрится, уже тут начальная история, ангелы, какой красивый, да, тут здорово, гулять, конечно, мне там нравится, сейчас еще хочу немножко пройти, до яхточек, и, если я подойду, пофотографируюсь, очень больно, большая прогулка, да, получилась, я думаю, вы оцените, напишите комментарии, как вам, ветер, конечно, немножко ходомом ходит, но, не без этого, сейчас, что идет, человек, вечером я снимала, даже тут все светилось, да, вот так вот, смотрите, как красиво, все время фотографируется этот корабль, на нем фоткается, я так понимаю, на нем что-то есть, но, по-моему, он не рабочий, экспонат, что-то тут какие-то эти, ну, честно, не знаю, не могу сказать точно, что там, что там на нем есть, видите, много всего, всяких антенн, такой восхитительный морской вокзал, я говорю, летом тут вообще такие, всякие детские мероприятия, здесь вот на площадке проходят, телефон садится, не одно, так другое, что такое, все-таки хочется дойти до этой дамы, которая встречает своего мужа, капитана, очень классно, сейчас попробую, мы тут уже облепили ее, напоминаю, да, Геленджик, где вот эта невеста, да, тут уже с ребенком, тут уже замужняя девушка, смотрите, гельфинчики, да, тут гельфинчики бывают, галывают, запросто лебеди, утки, кого-то не видела, надо фотографировать, вот это прекрасно, да, ждет своего мужа, вот тут рыбаки, как стоит красиво, бля, открыт сюда, сейчас пройду туда, хочется еще пофотографироваться, все сильнее, тут все, я на предупреждении, что тут сколько я не гуляю, тут постоянно ветер, кстати, как классно смотрится, действительно как живые, прям душу уложил, да, скульптор, сколько рыбаков тут, сколько рыбаков тут, тут, смотрите, корабль более хорошо, даже видно, более четко, более четко, вот отшуда я казалась, на этих котировщиках, тоже здесь вот одно время, не было такой красоты, потом всю эту площадку выложили, сделали много чего, в общем, все меняется, друзья, я думаю, что через пару лет, вообще-то, не узнаешь, город, набережную, городе, я думаю, тоже еще где изменения произошли, но рыбаки тут постоянно, это как я, вот любитель гулять, они любители рыбачить, у каждого с собой фототизм, но они тоже любят такое, это у них медитация, да, чтобы никто не мешал, все себе тут это, еще подойдем, это красивое место, потому что, конечно, память такая, очень красивая, красивая, имеет свою историю, магнитики даже с ними продают, вообще-то тут фонтан был, а сейчас что-то подойдут вообще, сейчас, подойдите еще ближе, сейчас, смотрите, как красиво, смотрят на море, как живая полка, вообще, очень такое наследие, друзья, мне нравится, как-то даже на корабле, больше смотрят, сейчас, немножко пройду, потом пофотографирую, а так, кому интересно, там уже по памятникам, я говорю, можете почитать, потому что тут история, большая история, сейчас я подойду к парочке, парочке, вот этой, там пишут, не ходите по газонам, что-то, ну не то, что не ходите, а даже спасибо, спасибо, что не ходите по газонам, они обижаются, ну да, клево, собачки-то маленькие, можно ходить, наш газон набирает сил, спасибо, что не ходите по нему, ну да, логично, сильно не вытопчут, ну понятно, что если постоянно ходите, то и, как говорится, все будет, все вытопчет, вот здесь обычно летом все в розах, люди любят тут тоже фотографироваться, зеленая планета, я уже говорила, она в Сочи, на Краснополяне, газпромовская, есть уже такая красота, здесь уже немножко они обтерты, видимо, их тут по-всякому целовали, обнимали, я, привет, я рассказывала как-то, что когда я первый раз, да, вот, ну, в Сочи только приехала, я думала, что это с травы, да, сделаны, а почему, не потому, что я такая глупая, а то, что в Латвии у нас действительно вот такие вот делают прям с травы, то есть травы, кустарники прям вырезают, то есть оно все живое, и когда я на севере жила, не поверите, привозили вот такие вот, видела тоже, медвежонка, еще кого-то, и стоило оно там ценник от полутора миллионов, горшочки, допустим, вот такая скульпура живая, ну, это надо сразу, наверное, этого ландшафтника, садовника вместе с этой скульптурой покупать, бронировать, потому что чуть она отрастет, уже не будет, да, тут мишка и прочее, помимо того, что климат, я не знаю, куда садить, там реально, конечно, было не по климату, но не знаю, если где-то делать прям сад, внутри дома, с утеплением, в то же время, кустарники им еще требуются, разные озеленения, телефон садится, друзья, так что, возможно, ну, у меня как раз конец прогулки планируется, кто не подписан, всех ждет на своем канале, напишите, как вам прогулочка по набережной, сейчас еще хочу все пофотографировать, обратно пойду, как раз немножко телефончик заряжу, сволышка, конечно, такой закат, некрасивый был, на морском вокзале, всех люблю, целую, обнимаю, отсюда вот я каталась на корабликах, да, немножко может качать видео, потому что, но ветер, если честно, очень сильный, то есть в начале прогулки еще ничего, птички или опять какие-нибудь, как в этом самом Геленджике, я думала, птички, а там будет птичка, а там мужчина в такие свисточки свистел, что может быть тоже, сейчас посмотрим, пройдем, насколько это возможно, пока еще не сел на телефон, хочу для вас, правда, да, сделать выпуск, классно, чтобы кто здесь жил, я уже говорила, кто не жил, вот, уточки плавают, нашли себе такой, более не сильные волны, да, и вот они вдвоем, парочка такая любовная, всем желаю тоже такой вот, любви, как уточка, там все снова, гармония, да, очень многие сюда попереезжали, даже, ты знаешь, из Европы, из разных городов, и людям нравится, конечно, ну, мне тоже очень тут нравится, мы когда жили, но как-то все летом, конечно, очень было жарко, а так, в целом, набережная, ну, что говорить, набережная, это шик, город нормальный, ничего не скажу, а вот, ну, набережная, и за набережной, конечно, когда уезжала, страдала, то вначале не хотела сюда ехать, а то потом, прям, у меня истерика была, нет, я не поеду, ну, у нас родители тоже, во-первых, они геологи, путешественники, и мы постоянно куда-то переезжаем, у нас как-то есть жилье, но план путешествия у нас всегда есть, то туда, то туда, то туда, ну, плюс бывает, что действительно, Сочи очень сильно давление, но такое, друзья, не знаю, как кому, прям трендец иногда, по-другому не скажешь, когда резко меняется погода, очень тяжело, голова и прочее, ну, не будем о плохом, смотрите, какой великолепный вид, буду засаживать свой телефон, ой, восхитительно, площадь героев, на площади героев, неповеднение, это самое, так, очень верно, так, красиво, тут везде очень все красиво, ну, есть, конечно, не очень прям красиво, есть дома еще, старые, да, постройки, но хочу сказать, что была тут в гостях, в старых домах, там с водой, кто не знает, такие перепады, чтобы расписать, но в районах какого нет, кто не знает, на набережной, вот в этих домах все в порядке, нет никаких перебоев с водой, там стоят специальные, уже современные всякие, эти самые, так сказать, приборы, и супер, в старых домах такая же проблема с водой, существует, потому что изначально, в Новороссийске что-то намудрили, говорят, с водой, и, в общем, никто не знает, вначале приезжаешь, имейте ввиду, что вода по расписанию, но это в старых районах, в старых домах, по районам тоже надо узнавать, что это тут нифига не понятно,